Джимбо. Именно так зовут первого гостя нашего выпуска, о котором мне бы хотелось вам рассказать. Об этой чудесной истории миру поведали жители Нью-Йорка, супруги Джим и Сьюзен Ковальчик. В определенный момент своей жизни они осознали, что уже не молоды, и у них нет детей. Однако присутствует дикое желание о ком-то заботиться. Тут-то Джим вместе со Сьюзен и вспомнили о животных, к которым они никогда не были равнодушными. Люди решили начать помогать диким созданиям, что оказались в трудной ситуации, и организовали собственный частный приют. Другие неравнодушные люди приносят к ним раненых животных и всех тех, кто остались без родителей. Это могут быть олени, белки, лошади и даже медведи. Джимбо, герой нашей истории, как раз один из них. Этот бурый медведь, если верить комментариям, родился в одном из зоопарков. Мама отказалась от него, и в довесок у медвежонка была рана на ноге, которая долго не могла затянуться. Работники зоопарка, конечно, поэксплуатировали его некоторое время, но очень быстро поняли, что им такой зверь не нужен. Тут-то они и решили продать его в частный приют. Семья Ковальчик не привыкла платить за животных. Однако эта история так сильно их растрогала, что они не могли оставить этого мишку одного. Люди забрали его к себе при первой же возможности, назвали Джимбо и стали с ним одной семьей. Как рассказали хозяева, их новый ребенок весил за семь сотен килограммов, обожал мясо, мед и мороженое. Почему я говорю в прошедшем времени и не привожу никаких данных из последних лет? Дело в том, что, увы, Мишка скончался. В 2018 году Джимбо ушел на тот свет, что стало сильнейшим ударом для супругов. Тем не менее, они утешали себя в том, что их лучший четвероногий товарищ умер естественным образом от старости, прожив долгую и счастливую жизнь. История с Джимбо, конечно, удивительная, но, к счастью, она не одна такая в мире. Вот, например, люди из Северной Каролины тоже очень любят животных. Настолько, что стали готовы подружиться с целой семьей косолапых. В гости к домовладельцу, как он сам рассказал, совершенно случайно начали захаживать медведи. Их было четверо. Между мужчиной и зверьми быстро установилась невидимая связь или, иначе говоря, дружба. Мишки совершенно перестали бояться человека, да и он, если верить комментариям, тоже забыл, что такое страх. Кстати, я, наверное, понял. Скорее всего, мужчина оказался в таком тесном контакте с косолапыми из-за своей внешности. Обладатель густой бороды сам немного похож на медведя, так что звери могли принять его за своего. Как думаете, такое возможно? Ладно, пошутили и хватит. Пришла пора познакомить вас с нашим следующим гостем, коим стала бегемотиха по имени Джессика. Да, ваше зрение вас не обманывает. Это животное на самом деле живет на ферме у обычных людей и при этом чувствует себя абсолютно нормально и здорово. Джессика развлекается, узнает о мире много нового и в то же время не скучает по своей настоящей матери. Со слов хозяйки этой фермы, они вместе со своим мужем нашли Джессику совершенно спонтанно. Беднягу выбросила на берег сильным течением. С виду, в тот момент она только недавно родилась, но ее мамы нигде поблизости не было. Либо она погибла, либо даже и не заметила, что ее детеныша рядом уже нет. В любом случае, оставлять это все на самотек было нельзя. Бегемот рисковал погибнуть. Поэтому люди отважились забрать его с собой и начать откармливать. К счастью, муж знал, как приготовить максимально похожее молочко для бегемота, чтобы оно походило на естественное так сильно, как это только возможно. И это сработало. Бегемот восстановил силы и начал расти. Джессика приняла супружескую пару за своих новых родителей и совершенно не чувствовала страха или боязни за свое будущее. Специалисты утверждают, что с большой долей вероятности этому способствовал так называемый импринтинг. Если говорить простыми словами, то это такой механизм обучения и запоминания, распространенный среди птиц и млекопитающих, в том числе и людей. Он работает так. В мозг прочно впечатываются определенные образы, которые формируют личность и поведение. Для этого достаточно единственного контакта с объектом запоминания. Приведу в пример утят. Первый объект, который они увидят после рождения, они будут принимать за своего родителя. Утята начнут всюду следовать за ним и доверять на 100%. Причем неважно, чем он окажется и даже будет ли одушевлен. Поскольку Джессика была еще совсем юной, и, как я уже сказал, с виду она только недавно родилась, с большой долей вероятности в ее мозге произошло нечто похожее на процесс в голове утят. Да и, как мне кажется, оно только к лучшему. И сразу за этим также напишите, как бы вы назвали вот этого милейшего щеночка. Перед нами маленькая девочка, которую добрые люди подобрали на улице. Да-да, я тоже не мог и подумать о том, что такое счастье кто-то посмеет бросить на произвол судьбы. Впрочем, что не делается, все к лучшему. Теперь она в надежных руках моего подписчика, а значит проживет долго и счастливо. Осталось только имя ей подобрать какое-нибудь соответствующее, и дела по-любому пойдут в гору. Так, а на этом видео вы можете лицезреть милейшую панду по кличке Тофи. Она живет в достаточно крупном заповеднике Китая и просто обожает вкусно есть, как, в принципе, и все остальные панды в мире. Однако есть у Тофи кое-что такое, что все же отличает ее от остальных. Говорю я, конечно же, про ее невероятную любовь к одной конкретной работнице. Всякий раз, когда та приходит покормить панду или просто проведать ее, посмотреть, как она себя чувствует, Тофи бросает все свои дела и включает режим беззаботного ребенка. С этого момента ей уже ничего не нужно. Ничего, кроме любимой женщины, с которой она готова отправиться хоть на край света. Даже не знаю, какие чувства в этот момент испытывает смотрительница. Наверное, ей безумно приятно. Надеюсь, их дружбе с Тофи никогда и ничто не помешает. Кадры из следующего видео при первом просмотре заставили меня думать, что я попал на какой-то отрывок из фильма или что-то вроде того. Однако никакой профессиональной съемкой и уж тем более монтажом здесь и не пахло. Это более чем реальная история, которая приключилась с жителем Индии по имени Ариф. Мужчина спас жизнь раненому журавлю и выходил его. С этого момента благородная птица стала с ним неразлучной. Каждый раз, когда мужчина выезжает на дорогу на своем скутере, его начинает сопровождать прекрасный и в то же время необычный пернатый конвой. Удивительно, правда? Следующая история, о которой я бы хотел вам рассказать, поражает воображение не меньше. Она приключилась с самой обычной девушкой, которая работает в национальном парке Южной Африки. Однажды она нашла в лесу полностью одиноких львят. С их мамой, вероятно, что-то случилось, и они остались одни против целого мира. Если бы крошечных хищников нашел кто-то постарше, он бы тут же их съел. Лишняя конкуренция животным явно не нужна. Девушка начала подкармливать малышей, ухаживать за ними, постоянно гладила их, обнимала, в общем, делала все, чтобы заменить им маму. С ее же слов, это и стало ключом к успеху. С этого момента львы начали воспринимать девушку как вожака своего небольшого прайда. Они доверяют ей на все 100%. Именно поэтому, кстати, люди с камерой смогли подойти настолько близко и запечатлеть прекрасных хищников. Потому что их вожак был рядом, и он приказал вести себя смирно. Кстати, как вы думаете, сколько лет этим кошкам? Посмотрите на их когти, на их гордые морды. Как вам кажется? Может, два года? Три? Пять? Удивительно, но этим львам на момент съемки было всего 17 месяцев от роду. Да-да, такие маленькие, но уже такие опасные. Кстати, парк, в котором их растят, планирует выпустить львов обратно на свободу сразу, как только они станут немного старше. Это пока не окончательное решение, но тем не менее. Как вы думаете, это хороший план? Или так как львов уже больше полутора лет содержат в неволе, их лучше в дикую природу не пускать? Знаете, послушал я следующую историю, и в очередной раз убедился в том, что львы не такие страшные, как мы думаем. Да, безусловно, это дикие животные, к которым лучше не подходить. Однако, если установить с ними контакт с самых ранних лет и совестливо о них заботиться, мы получим кардинально другую картину. Кевин Ричардсон тому живой пример. Работа этого мужчины с разными дикими кошками основана в том числе на знании языка общения. Кевин, как он сам рассказал, с детства отличался гипертрофированной любовью к животным. Как только он повзрослел, то сразу же взял себе на воспитание двух семимесячных львят. Кевину удалось выработать и установить настолько удачную связь с ними, что те признали и приняли его членом своего общества. По мере общения стало увеличиваться и количество подопечных. Появились и малыши-гиены, леопарды, жирафы, но львы были и остаются его самыми любимыми животными. От одного взгляда на их крепкую дружбу лично у меня замирает сердце. Такие величественные и мощные львы и такой маленький и предельно хрупный на их фоне человек. Тем не менее, они одно целое. Друзья, которые никогда друг друга не предадут. Оказывается, неправильно думать, что дружбу можно установить только лишь с теми животными, которых все считают социальными. Волки, второе название которых одиночки, тоже не против крепкой дружбы с человеком. Но прежде чем я вам о ней расскажу, хотелось бы отметить, что на самом деле подобное осуждение об этих созданиях не особо верное. Да, они нередко живут одни, но зачастую все-таки волки тоже пребывают в социуме. У них есть своя конкретная стая, а также вожак, которого все слушаются. Их альфа-самец самый мудрый и умный. Он имеет бесспорный авторитет, относится ко всем членам стаи с уважением и дружелюбием, но чужаков не терпит. Как правило, между собой у них есть родственные связи. Количество членов стаи может быть разным, от трех до сорока особей. В любом случае, даже если забыть о волках-одиночках, их дружба с человеком для меня почему-то более странная, чем дружба с теми же львами. Однако и она в природе случается. Девушка по имени Анита нашла у своего дома группу совсем юных волчат. Они потеряли свою маму и были обречены на гибель. Доброе сердце девушки не позволило ей пройти мимо. Она забрала их домой и взрастила своими собственными руками. Научила охотиться, дружить, уважать ближних. Позже девушка передала волков в ближайший заповедник, туда, где они смогут бегать и дышать свежим воздухом. Из-за семейных обстоятельств Анита около двух месяцев не имела возможности посетить своих любимых животных и, наконец, такой шанс ей все-таки выпал. И что бы вы думали, животные ничуть на нее не обиделись и уж тем более о ней не забыли. Они с радостью прибежали к своей подруге и принялись обнимать ее со всех сторон. А вот с кем обниматься уже не так здорово, так это с главной героиней следующей истории. Мужчина решил показать всему миру, что он в ладах с настоящим диким крокодилом. Рептилию зовут Маргарита, и она, со слов автора ролика, очень добра не только к нему, но и ко всем окружающим. Человек содержит крокодила у себя за городом, построил для него специальный пруд, а также регулярно приносит свежую и живую еду. Делает так, чтобы крокодил мог не только насытить свой организм, но и поохотиться. Все же убивать охотничий азарт в хищнике не стоит. За это он будет крайне благодарен, настолько, что когда человек зовет животное по имени, оно тут же прибегает и словно ждет его следующей команды. Как вы считаете, человек произошел от обезьяны или все-таки нет? Эх, жаль, что мы пока не научились разговаривать с приматами, а то могли бы с ними немного пошептаться и навсегда закрыть эту тему. Парень из этого видео посеял в моем разуме семя сомнений насчет возможности людей общаться с животными. Как вы можете увидеть по кадрам, он довольно успешно обменивается с обезьянкой секретиками, смотрит в телефон, а после дает устройство и своему лучшему другу. То ли это удивительное шоу, которое вводит всех зрителей в заблуждение, то ли эта парочка и правда научилась разговаривать. Я бы их проверил. Ровно как и мужчине из следующего видео. Однажды он вышел в лес с целью прогуляться и подышать свежим воздухом, но сам того не понимая, навсегда изменил свою жизнь. В лесу мужчина познакомился с маленькой белкой, которая, судя по виду, была нездорова. У нее был слишком тонкий слой шерсти. Вероятно, ей что-то не хватало, и она рисковала замерзнуть. Мужчина не стал забирать ее домой, так как у белки была своя семья. Вместо этого он проконсультировался со специалистами и купил все самое необходимое. Начал ежедневно навещать эту красавицу, а она, в свою очередь, постоянно выбегала навстречу своему новому другу. Прошел год, и состояние белки заметно улучшилось. Тем не менее, мужчина все еще ее навещает, ведь теперь это не просто жест доброй воли, а полноценная дружба, в которой нет пути назад. Любите фокусы с исчезновением предметов? Мне кажется, такие нравятся многим, даже мы от них в восторге. Что уж говорить о животных, например, об обезьянах. Этому примату показывают фокус с исчезновением монетки. Поначалу он не очень воодушевлен и заинтересован, но все же показывает удивление. А когда видит, что монета появилась вновь, вовсе впадает в шок. Фокус повторяется, и обезьяна снова удивляется, а потом еще раз. В этот день она узнала, что такое настоящая магия. А эта обезьяна явно не собирается никуда бегать. Она на чиле и спокойно наблюдает за фокусом. Предмет исчез из-за стаканчика. Фокус удался, а обезьяна начинает улыбаться во все зубы. То ли это она так обрадовалась фокусу, то ли поняла, как именно ее развели. А вот с обезьянами покрупнее все сложнее. Они умнее, их не так просто удивить. Орангутанго пытаются развести, как и других обезьян, но его это совсем не впечатляет. И он это явно дает понять зевком. Окей, а что насчет других животных? Например, собак. Вот так с помощью ловкости рук можно удивить собачку. Она даже в камеру посмотрела. Может, искала исчезнувший мячик в объективе? А этот пес вообще не понял, что произошло. Он так сильно удивился, что мячик исчез в никуда, что даже запаниковал. Еще бы! Такую магию не каждый день увидишь. А если это еще и его любимая игрушка, то я полностью его понимаю. Помимо трюков с мячиком, владельцы питомцев еще иногда дурачат своих зверьков номерами с исчезновениями. Для этого нужно покрывалом или одеяло, дверной проем, камера и питомец. Вот как на такой трюк отреагировал кот. Собственно, от пушистого я другого и не ожидал. Как и подобает коту, он всем видом показал, что ему не очень-то интересно, куда только что пропал хозяин. Ну да, помяукал немного, но уже вскоре вернулся к своим делам. А вот эта собака реагирует как подобает собака, тут же засуетилась и начала искать своего хозяина. Фокусы и трюки это интересно, но не менее интересно, как животные реагируют на другие новые вещи и явления в своей жизни. Например, на первый снег. Вот как это делает полярный мишка. Да, многим могло показаться, что это странно, ведь полярные медведи всегда живут в холодном климате, среди льдов и снега, и по идее, даже детеныши не должны удивляться снежному покрову, но, во-первых, это зоопарк, а во-вторых, даже в дикой природе полярные медвежата рождаются не прямо посреди Арктики, а в берлоге. Лишь спустя полтора-два месяца после рождения они выползают наружу и видят перед собой полноценный первый снег, посреди которого им предстоит прожить всю жизнь. Еще забавно наблюдать, как животные пробуют какую-нибудь самая вкусная еда. Например, лайм. Эта собака впервые в жизни пробует эту кислятину и она не морщится, а начинает буйно качать головой. Я такого не ожидал, а вы? Я-то думал, от лайма можно максимум скривить лицо, но такая реакция это что-то новенькое. С котами другая ситуация. Они различают кислое, соленое и горькое, а вот сладкое для них загадка. Именно поэтому, кстати, шоколад крайне опасен для котов. Его состав очень вредит их организму, а его вкус коты не распознают, поэтому могут съесть шоколад и отравиться. А арбуз лично я бы кошкам тоже не рекомендовал, но если чуть-чуть, то можно. Только для начала коту нужно сказать, что все самое вкусное в мякоти, а не корочке. Этот пушистик понял это совершенно случайно, и ему понравилось. Аж глаза чуть не вылезли из орбиты. Из еды кошки больше всего любят мясо, но есть кое-что еще, отчего они не устоят. Кошачья мята. На нее падки не только домашние котики, но даже большие хищники. Смотрите на этого ягуара. Он впервые познакомился с кошачьей мятой и испытал невероятное удовольствие. Он хочет буквально закопаться в ней и обваливается в ней, как курица в панировочных сухарях. Кстати, знаете, почему коты так любят кошачью мяту? Она богата эфирными маслами, содержащими вещество непиталоктон. Это соединение действует на кошачий организм как феромоны, активирует мозговые центры, отвечающие за эмоциональное поведение, и провоцирует реакции, свойственные кошкам при половой охоте. Главное, что кошачья мята не вредна и не вызывает привыкания у кошек. Так что это достаточно полезное вещество. Следующее видео очень трогательное. На нем мы видим шимпанзе, который впервые в жизни увидел небо. Как думаете, сколько он прожил в заперти? Может, несколько месяцев? Или около года? К сожалению, гораздо больше. Это самка по кличке Ванилла, и это ее первая реакция на небо после 29 лет заточения. Долгое время Ванилла жила в лаборатории, где помогала ученым. С помощью нее они изучали проблемы репродукции, переливания крови, а также влияние гепатита B и ВИЧ. Потом Ванилла долго жила в крытом вольере, и вот не так давно ей наконец выделили просторный вольер с открытым небом. Трудно даже представить, как счастлива была Ванилла в тот день. Она буквально увидела другой мир. К слову о шимпанзе, эти животные считаются очень умными, одними из умнейших в мире. К тому же, им свойственно самосознание, они понимают, кто они такие, и могут даже узнать себя в зеркале. А как на зеркало реагируют другие животные, например, медведи? В лесу специально установили зеркало, чтобы узнать, что сделает медведь. Косолапый очень сильно испугался своего отражения, а поскольку у медведей самосознания нет, он подумал, что это другой медведь, какой-то враг. Вот он и незамедлительно расправился с зеркалом. Но не все медведи реагируют подобным образом. Например, этот косолапый оказался не вспыльчивым, а любопытным. Он внимательно изучил странный предмет в своем родном лесу, обнюхал его и начал рассматривать себя. Заметьте, он считает, что в отражении другой медведь и пытается заглянуть за зеркало, но не видит там ничего. Это смущает мишку, и вот он уже начинает действовать более агрессивно, немного пихая зеркало. А затем и вовсе поднимается на задние лапы, чтобы начать драку. Но вот незадача. Оппонент всякий раз пропадает из виду. В итоге медведь понял, что это какая-то пустая трата времени и ушел. Коты тоже не узнают себя в зеркале, отчего какие интересные моменты. Пушистик не понимает, что в зеркале он сам. Думает, что это вражеский кот и очень яростно шипит и ругается на него на своем языке. А этот кот только что понял, что в стеклянном столе на кухне можно увидеть другого кота. Ну, по крайней мере, так считает он сам. Питомец в недоумении, он так и не понял, в чем тут подвох. А вот лошади, как считают ученые, могут узнать себя в зеркале. Этот красивый конь явно понял, что смотрит на себя. В его конюшне впервые установили зеркало, и он буквально не может оторвать от себя взгляд и любуется собой. Кстати, ученые также считают, что лошади не только узнают себя в зеркале, но даже могут использовать информацию в своем отражении, чтобы распознавать пятна или следы на своем теле, которые стоит почистить. Эти гиганты тоже знают, что такое зеркало и как им пользоваться. Слоны очень умные создания, обладающие самосознанием. Когда они трогают зеркало хоботом, то изучают себя, а не пытаются потрогать якобы другого слона в отражении. Это доказал зеркальный тест ученых. Какой опыт животные могут испытать впервые в своей жизни в принципе, или точнее в числе первых? Как насчет попытки подняться на ноги? Посмотрите, как это выглядит на примере жирафов. Этот детеныш еще совсем юный. Он родился недавно и еще ни разу не стоял на ногах. Мать не помогает ему подняться. Он должен сделать это сам. Это первое серьезное испытание в его жизни. Жирафенок пытается изо всех сил, но мышцы у него пока слабые. Тогда мама подбадривает своего детеныша, облизывая его. Материнская забота открыла в крохе второе дыхание, и вот, он уже встал на четвереньки, а еще через несколько секунд поднялся, выпрямился и даже сделал пару небольших первых шагов. Удивительно то, что буквально полчаса назад детеныш был еще в утробе матери. Жирафы учатся и развиваются очень быстро. Через полчаса после рождения детеныш поднимается на ноги, еще через полчаса уверенно стоит на ногах, а еще через несколько часов начинает не то что ходить, но и бегать. Вернемся к нашим любимым собакам. Кто-то впервые поднимается на ноги и делает первые шаги, а кому-то впервые в жизни предстоит спуск с лестницы. Этот щенок Кокер Спаниэля еще не умеет спускаться самостоятельно, но всему в жизни нужно учиться. Он преодолевает свой страх и сомнения и достаточно уверенно совершает первый спуск по лестнице прямо до своей хозяйки. А это доберман, порода, считающаяся очень мощной. Доберманы решительные, готовы защитить хозяев, а в прошлом их даже использовали на войнах. Только вот пылесос, видимо, страшнее боевых действий. Доберман увидел его впервые и теперь надеется, что больше на него никогда не наткнется. Если обычный пылесос вызывает у собак такую реакцию, то что сделает робот пылесос? Да собственно тоже сильно удивит. Такой девайс собака еще никогда не видела. Телевизор для животных это тоже что-то непонятное. Особенно если они видят его впервые. Этот котенок еще не понял, что это лишь трансляция на экране, а не окно в дикую природу. Поэтому безуспешно пытаются поймать синицу. А тут вовсе разворачивается драма. Кот увидел в видео игре своего собрата. Он так преданно смотрит на него, что это просто умилительно. Кот реагирует на мяуканье из телевизора и гладит своего виртуального сородича лапой, словно говоря ему «Держись, я тебя оттуда вытащу». И все же реальный мир лучше виртуального. Пусть лучше коты встречаются друг с другом в реальном мире и впервые знакомятся. Вот как здесь. Реакция у всех была разной. Черный и белый кот начали обнюхивать друг друга и знакомиться максимально близко. А третий пушистик был явно в шоке. Настолько, что даже забыл, что коты ходят и стоят на четырех ногах. Мне кажется, тот кот сам не ожидал, что вдруг поднимется на задние лапы и ненадолго станет прямоходящим. Этот кот тоже не ожидал скрытых в себе талантов. Он яростно зашипел на свою хозяйку и понял, какой потенциал был в нем все это время. Бывают ли желтые коты похожие на Пикачу? Оказывается, бывают. Смотрите сами. Может, это и есть самая редкая порода кошек в мире? Не удивлюсь, если в будущем ученые выведут что-то подобное и у нас появятся коты-покемоны. Но пока что желтые коты встречаются в единичных экземплярах. Например, вот. На самом деле это вполне обычная кошка распространенной породы, но почему она желтая? Дело в том, что ее покрасила ее же хозяйка. На лапе кошки появилось раздражение и девушка решила нанести на лапу пасту из куркумы, чтобы снять воспаление. Вот только она не учла, что куркума является сильным красителем, поэтому уже вскоре белый мех кошки окрасился в ярко-желтый цвет. Кот стал похож на настоящего Пикачу и, по словам хозяйки, еще очень долго сохранял желтый цвет. Но зато воспаление действительно быстро зажило. Главное, не повторяйте это на своей кошке. Во-первых, еще не доказано, насколько куркума безопасна для домашних питомцев, а во-вторых, вряд ли вам нужны изменения в окрасе вашего любимца, верно? Но вовсе не обязательно мазать кошку всякими специями, чтобы она приобрела интересный окрас. У некоторых редких пород кошек он такой от природы, например, у турецкого вана. Обошлось без желтых оттенков, но внешний вид кота все равно необычный. Нередко сам кот может быть белым, а его хвост, например, может быть рыжеватым. Также иногда голова кота окрашена в иной цвет, нежели тело пушистика. Традиционный окрас турецкого вана белый, с темными пятнами на голове и хвосте. Он так и называется узор вана. Помимо этого, турецкие ваны иногда животного разного цвета. Вы сегодня еще увидите котов с такой же особенностью, но пока не будем забегать вперед. Что касается самой породы, она не только редкая, но и одна из древнейших пород домашних кошек. Коты этой породы мускулистые, элегантные и большие, поэтому подойдут любителям пушистиков покрупнее. А еще турецкие ваны отличаются от большинства кошек тем, что очень любят воду. Если поблизости есть бассейн, ван обязательно в нем искупается. Кошки бывают интересны не только окрасом, но и чертами лица или частями тела. Например, необычно выглядят кошки с большими ушами, но, как по мне, просто большие уши это не так уж интересно. А вот кот с непропорционально огромными ушами и оригинальным внешним видом в целом это уже другое дело. Я сейчас говорю про бомбина, породу из США. Порода это экспериментальная и это очень хорошо видно. Бомбина появились на свет в результате скрещивания сфинкса и манчкина. От сфинкса они взяли такую черту, как отсутствие шерсти, а от манчкина миниатюрный размер. Как итог на свет на свет совершенно случайно появился кот с короткими лапами, гладким морщинистым телом и гигантскими локаторами на голове. Хоть коты этой породы появились в Америке, название у них итальянское и означает оно дитя. У бомбина действительно немного детская внешность, несмотря на складки, напоминающие старческие морщины. У бомбина детская не только внешность, но и повадки. Порода сохраняет непосредственность и игривость до преклонного возраста. А что касается аппетита, то несмотря на детский вид, едят эти кошки очень даже по-взрослому и с запасом, что чревато перееданием и набором лишнего веса. Кинкалоу Уши у котов бывают разные, и бомбина не единственные котофеи с интересными ушами. Как по мне, у кинкалоу уши еще более необычные. Это достаточно редкая порода, которую сложно спутать с кем-то другим. Загнутые назад уши даруют кошке незабываемую внешность и придают ей настороженный вид. Что интересно, далеко не все кинкалоу рождаются с такими ушами. У многих кошек уши вполне обычные. Именно поэтому кинкалоу с загнутыми ушами ценятся гораздо больше и считаются редкими созданиями. Да и в целом порода редкая и малочисленная. Еще недавно в мире насчитывалось всего несколько десятков кинкалоу. Эти умилительные создания считаются хорошими питомцами. Они игривые и активные, но в то же время аккуратные и не злопамятные. Кинкалоу любят тактильный контакт с хозяином и обожают мурлыкать. Главным минусом породы считается уязвимость. Это точно не тот кот, который сможет противостоять опасностям. Сококе С первого взгляда может показаться, что эта кошка абсолютно обычная, что у нее достаточно стандартный окрас и габариты, но это не совсем так. Более того, именно эту породу многие эксперты называют самой редкой в мире. Почему так считается? Потому что сококи появились в Кении естественным путем, в ее становлении не участвовали животные других пород. Такое происходит очень редко. Как итог, в сококе есть что-то дикая, первобытная красота и грация диких африканских кошек. Многим сококи напоминает гепарда. Наверное, это потому, что задние лапы у сококи длиннее передних, отчего кажется, что коты этой породы ходят как-то необычно и странно. Но и внешне сококи немного напоминает очень маленького гепарда. Привлекает и окрас кота. Он напоминает древесный рисунок, который варьируется от бежевого до черного. Любой волосок сококи имеет светлые и темные полоски, поэтому это выглядит так, будто один цвет припудрен другим. Как и другие коты, сококи хорошо лазает по деревьям, любит плавать и обожает, когда у него в наличии много свободного места. Это очень классный питомец, но с ним есть проблема. Слабая нервная система. Сококи склонны к нервным расстройствам. Эти заболевания передаются по наследству, поэтому кошка может быть нервной и даже истеричной. А теперь взглянем на эту породу. Поверили бы вы, если бы кто-нибудь сказал вам, что это одна из самых редких пород в мире? Вот и я не поверил бы. Ведь эти коты ну максимально обычные, похожи на дворняжек, не выделяются ни уникальными чертами лица, ни изящным окрасом и так далее. Тем не менее, эту породу под названием Дракон Ли многие называют В некоторых странах ее вообще нет. Например, чтобы найти чистокровного дракона Ли в Европе, придется очень сильно постараться, а это о многом говорит. Хотя дракон Ли очень схож с типичной домашней кошкой, у него есть отличия. Коты этой породы почти всегда крепкие и крупные, у них развитые мышцы, а весить они могут до 6 кило, но несмотря на плотное телосложение и размер, животное не лишено кошачьей грации. Как ясно из названия, происходит эта порода из Китая. В Поднебесной драконы Ли ассоциируются с тиграми, которые в свою очередь считаются символом храбрости и силы. В стране верят, что такой питомец сохраняет от злых духов, но считается семейным оберегом. В Китае драконов Ли, кстати, называют Ли Хуа или Ли Мао. А вот по этой кошке сразу видно, она необычная и отличается от всех остальных. Как по мне, это вообще какая-то инопланетная кошка, а не земная. Сложно поверить, что такие питомцы действительно существуют. Это порода Кахона, и она считается очень редкой. Согласно одним данным, в мире насчитывается всего несколько десятков Кахон. Согласно другим, зарегистрировано не более полусотни котов этой породы. В любом случае, это очень мало. Говорят, что сфинксы это лысые кошки. Однако это не совсем так. Котята сфинксов обычно рождаются с небольшим количеством шерсти, и со временем они ее теряют. Кахоны же полностью безволосые кошки. Многие филинологи считают, что это вообще единственная такая порода во всем мире. Такая особенность является результатом естественной генетики мутации. Кожа этих кошек абсолютно гладкая, толстая, упругая, покрытая многочисленными складками. На ощупь она напоминает теплый воск. Как итог, у кошек этой породы незабываемая инопланетная внешность. А еще эти коты отличаются просто безумной привязанностью. В этом плане их даже сравнивают с собаками. Кохоны требуют много внимания и очень ревнивые. Если дома есть еще один питомец, Кохона будет грустить и пытаться перетянуть все внимание хозяина только на себя. Лаперм А это полная противоположность Кохоне. Если тот кот совершенно лысый, то у этого потрясающая шевелюра, которая обычно вообще не свойственна кошкам. Ведь мы привыкли, что кошки бывают пушистыми, короткошерстными или гладкими, а лаперм кучерявый. Это сильно выделяет его на фоне всех остальных кошек. Что удивительно, несмотря на такую шерсть, лапермы практически не линяют. Кстати, по шерсти можно определить, насколько лаперм чистокровный. Фелинологи говорят, что шерсть чистокровного лаперма должна выглядеть слегка неаккуратно, как будто питомец намок и не до конца высох. Внешность этого кота может поразить многих, но это еще не все, чем он может удивить и влюбить в себя. У лаперма еще и характер замечательный. Коты этой породы добрые, дружелюбные и коммуникабельные. Они общаются со своими хозяевами чаще большинства других кошек в мире. Также они любят тактильный контакт и быстро находят общий язык с незнакомцами. Благодаря ласковому и привязчивому характеру лапермы хорошо уживаются с детьми и другими домашними животными, что делает их идеальными компаньонами для всей семьи. Найти породистого лаперма не так просто, но, как по мне, куда сложнее найти Двельфа, еще одну редкую кошку. Выглядит она, как очередной инопланетянин. Это еще одна бесшерстная кошка и еще один эксперимент. Двельф представляет собой результат скрещивания манчкина, канадского сфинкса и американского керла. Порода совсем новая, она появилась менее 15 лет назад. Двельфы очень маленькие, даже взрослый кот будет весить не более двух кило. Как у Кинкалоу, у Двельфов загнутые уши. Именно из-за ушей их прозвали Двельфами, ведь они напоминают уши эльфов. Эти коты крошечные, как манчкины, и лысые, как сфинксы. В общем, тут получился настоящий микс всего подряд. Несмотря на свой скромный размер, Двельфы отличаются неплохой силой, у них хорошо развиты мышцы. Внешность этой редкой и экспериментальной породы необычная, а вот характер на удивление вполне типичный кошачий. Эти питомцы любят играть с мячиком, мурлыкать, залипать в окно и так далее. Кхаомани Помните турецких ванов? Тех самых кошек с необычным окрасом и гетерохромией. Так вот, вторая особенность цвет разных глаз, куда чаще встречается у Кхаомани из Таиланда. Кошки этой породы очень часто рождаются с разными глазами, чаще других кошек. От этого они считаются редкими и высоко ценятся. На своей родине в Таиланде Кхаомани с разными по цвету глазами считается самой лучшей кошкой из всех возможных. Многие местные верят, что такая кошка гарантированно приносит удачу. У этих котов интересное прошлое. Изначально эти удивительные создания разводились и содержались исключительно в королевском дворце и принадлежали правящей семье. Долгое время Кхаомани очень бережно охраняли и старались сделать так, чтобы порода оставалась исключительно в Таиланде. Издавались указы, согласно которым тот, кто попытался бы вывести Кхаомани из страны, подлежал смертной казни. И даже когда однажды этикет потребовал короля Таиланда сделать подарок консулу Британской империи, он подарил ему двух сиамских кошек под видом Кхаомани. Но все же в 1999 году Кхаомани были вывезены из страны. Тем не менее, даже сейчас встретить Кхаомани за пределами Таиланда большая редкость и удача. Каракет Уверен, многие из вас слышали о таком животном, как каракал. Она же степная рысь. Это дикая и достаточно большая кошка, которую опасно содержать дома. Правда, некоторые осмеливаются на это и заводят каракалов в качестве питомцев. Но куда меньше людей знают о каракате. Внешне это почти тот же каракал. Их выдают те самые длинные торчащие уши с кисточками. Но каракет это именно порода кошек, причем достаточно новая. Порода появилась случайно, когда в конце прошлого века в одном из зоопарков в вольер к самцу каракала пробралась уличная кошка. Спустя время она принесла необычное потомство и так все и началось. По сути, каракет это что-то вроде полностью одомашненного каракала. Но нельзя сказать, что каракет такой же домашний кот, как остальные. В нем все равно играет дикая кровь и есть дикие корни, поэтому каракетам необходима хорошая социализация, а также много свободного места, чтобы животные могли выплескивать из себя всю дикость. Каракеты чрезвычайно активны и любопытны. Они часто ведут себя непредсказуемо и неаккуратно, а значит погрызенные и поломанные вещи гарантированы хозяину такого питомца. Во время игр домашний каракал способен поставить все вверх дном буквально. По этой причине каракет это один из немногих домашних котов, которого рекомендуют регулярно выгуливать. Корниш рекс Вот еще одна необычная и редкая порода, которую можно выгуливать. А еще корниш рексов можно выдрессировать и научить несложным командам. Котов этой породы часто сравнивают с собаками-компаньонами. С собаками их роднит не только тот факт, что их можно дрессировать, но и безумная энергия, спрятанная внутри их необычного тела, ведь корниш рекс считается одной из самых активных пород кошек. Корниш рекс может похвастаться неплохой мускулатурой и прыгучестью, славиться отменным здоровьем и почти полным отсутствием заболеваний. Да и внешний вид у них классный, звучит как порода мечты, но за это придется платить. И не уделять много времени. Кот не терпит одиночества, поэтому такой пушистик подойдет далеко не каждому. Манчкин Сегодня вы уже не раз слышали это слово. Я пару раз упомянул манчкинов как котов, которые сыграли свою роль в создании нескольких пород кошек. А вот как выглядят они сами. Выглядят они очень необычно, правда? Низкая посадка манчкина его самая главная черта. Все из-за крайне коротких лап. Лапы котов этой породы примерно в 2-3 раза короче, чем у обычных кошек. Ну и в целом эти создания небольшие. Весят они всего пару килограммов. Несмотря на это, пропорции у манчкина неплохие. Не сказать, что внешний вид кошки какой-то уж слишком несуразный. А вот их походка и прыжки могут показаться несуразными и странными. Но как по мне это не так важно. Куда важнее, что манчкины это игривые и дружелюбные создания. Порода не агрессивная, тихая и ласковая, а еще нетребовательная в уходе. Манчкины хорошо ладят с другими питомцами и детьми, легко уживаются в большой семье и вообще считаются чуть ли не самой идеальной породой кошек для жизни в квартире. Перейдем к диким животным, точнее к их детенышам. Жирафы Эти животные известны каждому человеку. Особенно их обожают дети, ведь жирафы кажутся им чем-то недосягаемым, чем-то аномально высоким и крутым. И, как ни странно, эти создания такие большие с самого детства. Дело в том, что они рождаются в высоту уже под два метра. Кстати, так как роды происходят в позиции стоя, при рождении маленький жирафик падает с приличной высоты. Вот сюрприз ему приготовила мать природа. Помимо роста под два метра, вес юного жирафа составляет около 50 килограммов. Развитие происходит относительно быстро. По истечении уже пары часов, это создание с легкостью может стоять на ногах, а совсем скоро и бегать. Рост жирафов идет довольно динамично. Уже в шесть лет они имеют полноценные взрослые габариты. И это учитывая то, что жизненный цикл созданий длится в среднем 25-35 лет. И напоследок, пока вы все еще наслаждаетесь этими красавчиками, скажу вам любопытный факт. Хотя жирафята рождаются без рожек, место их будущего появления отмечено пучками черных волос, под которыми находится хрящик. Постепенно хрящевые ткани окостеневают, превращаясь в маленькие рожки, которые затем начинают расти. Пучки черной шерсти остаются у жирафенка на несколько лет, потом они стираются и исчезают. Императорский тамарин Готов поспорить, что многие из вас раньше никогда не встречали это удивительное создание. И спешу вам сказать, что зря, ведь эта экзотическая мартышка просто удивительная и очень милая. Открыл ее в далеком 1907 году швейцарский зоолог Эмиль Гельди, который и дал ей императорский титул. Обезьянка не имеет выдающихся размеров, в среднем она достигает 30 сантиметров в длину и весит меньше, чем полкило. К слову, именно из-за этих маленьких габаритов данный вид обезьян устроился очень высоко, что делает их место жительства чуть ли не недостигаемым для остальных нежеланных гостей. Поэтому, если увидите этих обезьянок, знайте, что достать до них не получится. Кстати, отличить императорского тамарина от любых других обезьян очень просто. Достаточно разглядеть их шикарные усы. Усы, к слову, появляются у этих созданий с самого рождения, поэтому вы точно не прогадаете. И хотя живут императорские тамарины до 15 лет, к сожалению, численность популяции таких обезьянок медленно, но верно уменьшается. Эти усачи приглянулись другим приматам. Нам, люди, начали отлавливать экзотических обезьянок для своих потех и уничтожать места обитания тамаринов. Вот так люди разрушают очередную империю. Сурикат. А это безумно милые млекопитающие из семейства мангустовых. Если все предыдущие создания природы из нашего выпуска являются дикими, теми, кому обязательно нужно жить на воле, то вот сурикаты как раз те милые существа, которые не против, чтобы их приручили. Более того, людям давно известен и комплекс прививок, которые нужно сделать этим малышам, и в принципе то, как за ними ухаживать. Короче говоря, если вы находились в поиске каких-то необычных питомцев для дома, вот вам годный вариантик. Главное, сразу будьте готовы к тому, что по стандарту сурикат тихий зверек, но стоит его напугать, как он будет готов тявкать днями напролет. Особенно этим грешат юные сурикаты, которые недавно оказались у новых хозяев. Бедняга станет тявкать от страха, пока не пообвыкнет в новом доме. Также он будет мотаться по комнатам, как заводной, разыскивая свою маму и прочих сурикатских родственников. Короче, важно иметь стальные нервы, ну или плохой слух. Теперь посмотрим на гигантов, которых выращивают на фермах. Лалонг. Мне кажется, это идеальное имя для совершенно любого рекордсмена, который превышает остальных особей в длину. Именно так и было решено назвать найденного на Филиппинах крокодила, обогнавшего всех известных на тот момент зубастых гигантов. Чтобы осознать всю силу габаритов рептилии, достаточно лишь взглянуть на эти кадры. Тут Лалонг еще находится в неволе, но это были его последние дни без присмотра. Далее уже крокодила забрали с собой и отвезли в местный зоопарк. Да, безусловно, за ним там ухаживали, кормили как следует и все в таком духе, но этого совсем не хватало. Лалонгу была нужна воля, но хозяева этого не понимали. Их глаза затмили деньги и повышенный спрос на парк, возникший после помещения к себе рекордного крокодила. В конечном итоге рептилия не справилась с такой жизнью и ушла на тот свет от мышечной атрофии всего через год после поимки. Чтобы отдать ему дань уважения, Лалонгу поставили памятник в натуральную величину в Филиппинском музее естественной истории. Кстати, а вы знали, что хоть в каких-то зоопарках у людей и не получалось ухаживать за этими хищниками, в целом в мире существуют фермы, посвященные крокодилам? Одной из таких является ферма под названием Харкли. Она расположена в Австралии и успешно процветает уже много лет. Целью такого заведения является продажа этих крупных животных, а также проведение регулярных экскурсий для всех желающих. Мне кажется, это идеальный способ повышения осведомленности обычных жителей, которые ранее не встречали столь опасных существ. Тем более, живя в Австралии, ты никогда не можешь быть уверен, что на следующий день к тебе в гости случайным образом ненавидается крокодил. Форест Наряду с крокодильей фермой существует и место, в котором разводят жирафов. Искать такую необычную точку следует во Флориде. Эта ферма является экологически чистым и официально функционирующим заповедником, тогда как внешне немного напоминает классический зоопарк. Помимо жирафов, на ее территории можно увидеть и массу других животных, но главное внимание всех посетителей безусловно приковано к этим высоким и сильным созданиям. К слову о высоте, одним из самых высоких жирафов на сегодняшний день считается жираф по имени Форест. Он обитает в Австралии, а его рост составляет 5,7 метров. Таких исполинских размеров жираф достиг в 12 лет. Если жирафы это необычные животные, от которых ты ждешь крупных размеров, то вот верблюды явно таковыми не являются. Эти одомашненные существа до сих пор незаменимы в качестве неприхотливых упряжных и вьючных животных в районах с сухим климатом и резкими перепадами температур. Кроме всего, они дают человеку мясо, молоко и шерсть. Самой крупной породой этих замечательных животных считается двугорбный верблюд или как его еще называют бактриан. Его высота в холке превышает 2 метра, а если учитывать горб, то и вовсе близится к 3. Вес же обычно равен 500 килограммам, но иногда можно встретить особей под 600, 800 или даже целую тысячу кило. Помимо огромных габаритов, это животное считается куда более удобным, нежели одногорбный верблюд. Ведь в случае с ним не обязательно использовать седло, неудивительно, что в странах Востока в качестве средства передвижения бактрианов нередко использовали богачи. Гиссарские Именно так зовут рекордсменов мира овец, которых никто не может обогнать по весу, обхвату бедер и размерам в целом. Гиссарские овцы это крепкие животные, которые могут достигать 180 кило. Хотите интересный факт? Треть их веса составляет курдюк. Да-да, вот это жировое отложение рядом с хвостом. Наряду с ним гиссарцы, как аборигенная порода, имеют крепкий иммунитет и прекрасную адаптацию к климату Средней Азии. Даже когда фермеры перегоняют их на дальние расстояния, животным не составляет труда проходить 500 или даже более километров за раз. А благодаря своей широкой грудной клетке гиссарские овцы без труда могут пастись на высокогорье без развития болезней. А сейчас я покажу вам животных, похожих на внеземных существ. Русалка. Существуют ли русалки? Большинство людей в этом не уверены, а кто-то считает, что их точно нет. Но различные находки показывают, что они могут ошибаться. Например, вот такие останки были выброшены на берег некоторое время назад. Это морское животное напоминает русалку, правда? Возможно, под водой могут обитать именно такие русалкоподобные создания. Почему я в этом так уверен? Потому что это не единственная подобная находка. Несколько месяцев назад на пляже в Австралии были найдены останки животного, напоминающего не то русалку, не то нечто инопланетное. И все же больше это похоже именно на русалку. Посмотрите, череп у существа похож на человеческий, но в то же время у создания продолговатое тело, которое заканчивается чем-то подозрительно напоминающим хвост русалки. В длину этот скелет, выброшенный на берег, был около двух метров. Как-то многовато для русалки, правда? С другой стороны, может, реальные русалки именно такие? Мы ведь этого не знаем наверняка. Ученые не смогли понять, кто это был. По одной из версий, на берег выбросило тюленя, но это лишь предположение. Совершенно ни при чем. А может, это вовсе был какой-то мутант? В последнее время подобных созданий становится все больше и больше. Даже змеи могут мутировать и стать еще страшнее. На такую в 2009 году наткнулась женщина из Китая. Она проснулась от странного звука посреди ночи и увидела, как по стене кто-то ползет. Удивительно, но это была змея. Змея с когтистой лапой. Именно когтями инопланетный монстр перебирал по стене. Женщина испугалась и тут же отправила змею в нокаут с помощью ботинка, потому что не знала, насколько та была опасной. Это так и осталось загадкой. Ученые, которые принялись исследовать странную особь, были поражены. По их словам, мутации в змеях иногда случаются, но, как правило, проявляется это в том, что у рептилии отрастает вторая голова. А вот лапа с когтями это точно что-то новенькое. К тому же подобных змей больше не находили нигде в мире. Может, эту змею действительно подкинули пришельцы? Как по мне, та змея вполне выглядела как нечто инопланетное, но следующее создание похоже на пришельца куда больше. Это даже сложно понять, что это. То ли это обезьяна в теле свиньи, то ли наоборот поросенок в теле примата. Многие так и прозвали существо обезьяна-свин. На самом деле это все же поросенок, но необычный. Во-первых, это циклоп, у него всего один глаз по центру животного напоминают части тела шимпанзе. Такой необычный мутант-пришелец появился на свет на Кубе в августе 2017 года. Что любопытно, в помете свиньи было еще девять поросят, но все они родились совершенно обычными и нормальными. Ветеринары изучили мутанта и взяли у него кровь на анализ, после чего предположили, что дело тут в сбое ген. Допустим. Но почему тогда это коснулось только одного детеныша из десяти, как остальным удалось родиться нормальными. Это, кстати, не единственный такой случай. Удивительно, но подобный детеныш уже рождался, причем тоже на Кубе. Это произошло в начале 2016 года. У этого поросенка еще более необычный внешний вид. Его лицо похоже на лицо шимпанзе еще сильнее. Например, челюсть тут один в один, как у крупных приматов. То же самое касается лба. Да и уши тоже обезьяньи. Такое ощущение, словно это гибрид шимпанзе и свиньи, но фермер уверяет, никаких шимпанзе на его ферме не водится, поэтому даже в теории ничего подобного естественным образом получиться не могло бы. Видимо, это опять мутация. А вот кто совершенно точно безобиден и не вреден для растений, так это следующее инопланетное создание в этой подборке. Инопланетное оно потому... Да сами посмотрите почему. Это же настоящий циклоп. Никакого фотошопа тут нет, это реальный кадр. Это создание, которое выглядит как пришелец, на самом деле котенок. Удивительный циклоп-пушистик, к сожалению, очень быстро скончался, протянув всего сутки после рождения. По мнению ветврачей, котенок страдал редчайшей болезнью ариненцефалией, которая характеризуется возникновением уродств лица у млекопитающих. А вот еще один особенный котенок. Его зовут Клайд, а точнее звали. Он протянул и того меньше, его не стало уже через несколько часов после рождения. У Клайда был огромный глаз по центру лица, а также не было носа. К сожалению, животным с подобными аномалиями практически всегда гарантирована невероятно короткая жизнь, но и нескольких часов им хватает, чтобы навсегда войти в историю. А вот на какого пришельца наткнулась Дебби Геддес. Само собой, рыба вполне земная, но сложно не назвать ее пришельцем, ведь не каждый день увидишь рыбу с двумя ртами. Дебби ловила рыбу на озере Шамплейн, как вдруг на удочку клюнула именно эта особь. Дебби сфотографировала эту форель вместе с другим рыбаком, после чего начала спрашивать у специалистов и гадать сама, как такая рыба вообще могла появиться на свет. Версий было несколько. Либо это генетический дефект и мутация, либо форель получила какую-то серьезную травму. Есть и экзотическая версия, согласно которой двуротая форель может быть одним из обитающих в озере монстров. По древней легенде в Шамплейне обитает Шамп, аналог лохнесского чудовища, которое впервые было замечено в 19 веке. Правда, о его существовании подозревали намного раньше. Еще в 1609 году французский путешественник Самюэль Шамплен посещал озеро и искал в нем загадочных существ. Как понимаете, озеро назвали в его честь. А вот еще одна похожая рыба. Снова дворта, снова инопланетный и странный вид. Может, легенды на самом деле правдивы, и в Шамплейне водится монстр, который производит на свет таких вот потомков. Как думаете? Апистопрокт Даже название у этого создания какое-то инопланетное, правда? Такое название носит очень необычная рыба, обитающая на больших глубинах в тропических и умеренных водах всех океанов мира. Необычное у нее не только название, но и внешний вид. Несмотря на то, что Апистопрокта знают уже с конца 19 века, лишь пару лет назад ученым удалось как следует заснять его на камеру. У него очень большая и прозрачная голова. Вот эти зеленые штуковины это глаза рыбы. Как видите, они направлены вверх и это делает Апистопрокта еще более загадочным и странным. Но они не стоят неподвижно на одном месте. Апистопрокт может вертеть ими внутри головы, что позволяет рыбе искать пищу не только над собой, но и впереди. Также такая особенность защищает рыбу от солнечного света, если той вздумается заплыть на мелководье. Исследователи считают, что ярко-зеленый цвет у глаз не просто для красоты. По их мнению, Апистопрокт разработал форму светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз, которыми он преимущественно питается. К водным существам мы еще вернемся. Давайте ненадолго поднимемся на поверхность и взглянем на это чудо. Очевидно, что это обезьяны, но какие-то они очень странные, правда? Их даже инопланетными трудно назвать. Они скорее человеческие, даже слишком. А еще такое чувство, словно они все поголовно сделали неудачную пластическую операцию по увеличению губ. Это черные ринопитеки, приматы из Китая. Губы у них крупные, но не всегда. Обычно они чуть меньше, но в брачный период у самцов они сильно разбухают и занимают чуть ли не половину лица. Так самец становится более привлекательным для самок, которые соглашаются спариться с ним. Что еще интересно, в отличие от многих других обезьян, черные ринопитеки питаются в основном лишайниками, словно какие-то северные олени. Известно, что лишайники восстанавливаются очень медленно, на это уходит по 10-15 лет. По всей вероятности, именно для того, чтобы не подорвать свою пищевую базу, черным ринопитекам приходится постоянно кочевать. Передвигаются эти приматы довольно быстро и за день покрывают большие расстояния в поисках пищи. А еще у этих приматов низкий темп размножения. По некоторым данным, самки приносят по одному детенышу раз в три года. Как итог, недостаток пищи и проблемы с размножением сделали этот вид вымирающим. Сейчас их осталось около 3000 осами. А это одно из самых новых созданий во всем мире. Я к тому, что его обнаружили в августе этого года. А еще это самый что ни на есть настоящий инопланетянин. Смотрите, у него 20 рук, некоторые напоминают то ли щупальца, то ли перья, а все это крепится к небольшой шишке, которая похожа по форме на клубнику. Обитает этот загадочный монстр в водах Антарктиды. Кто же это такой? Может это растение, а не животное? Что ж, от растения у него одно лишь название морская лилия. И это все-таки животное, относящееся к типу иглокожих. Новый вид назвали антарктической клубничной перьевой звездой. Пока что у ученых очень мало данных о новичке, они успели изучить его лишь частично. По их мнению, в антарктических водах могут обитать еще более крупные и красивые перьевые звезды. Август этого года стал щедрым на необычных созданиях. Пока на юге планеты ученые разбирались с инопланетным иглокожим, на севере рыбак выловил такого вот монстра. Это рыба, и она зубастая, только слишком уж зубастая. У нее зубы даже на небе, а еще они похожи на зубы человека. И хотя выглядит эта рыба очень жутко и создает впечатление еще неизвестного вида существ на самом деле. О ней уже все давно известно. Это зубатка, которую также называют морским волком. Эти создания обитают в холодных северных морях, где не дают покоя многим животным, в основном мидиям и крабам. Зубы, кстати, у нее вовсе не для красоты. Из-за особого расположения зубов этот жуткий морской волк способен раскусить А вот то, что произошло совсем недавно. В сентябре этого года жители Австралии были встревожены тем, что на один из их пляжей выбросило странных созданий. Вот, взгляните. Вообще непонятно кто это, правда ведь? Неудивительно, что многие австралийцы тут же причислили их к инопланетянам. Загадочные создания были в слизи, словно пришельцы сбросили их на нашу планету в капсулах с жидкостью, из которых те потом выбрались и начали распространяться по миру. Но ученые быстро всех успокоили. Эти бесформенные и желеобразные создания являются асцидиями. Это отдельный класс животных. Все вот эти точки на их теле это не какой-то узор, это отдельное животное, которое называется зооид. Все зооиды образуют общий колониальный организм. Вдобавок все зооиды генетически идентичны. Это по сути множество копий. Обитают эти создания в прибрежных зонах на не очень большой глубине до 25 метров. Также их можно найти на мелководье и в морских водорослях, поэтому их периодически выбрасывает на берег. Но пугаться не стоит, несмотря на инопланетный внешний вид, асцидии для нас не опасны. А сейчас я расскажу вам о морских существах, которые тоже выглядят довольно инопланетно. Редчайшая акула В Великобритании на утро люди увидели мелкозубую акулу, одну из тех, которых в мире осталось не более 250 особей. Сперва акулу нашла 38-летняя женщина, мать двоих детей. Вместе с малышами она прогуливалась по берегу и случайно увидела кого-то странного. Подумала, что это пранк, но подойдя ближе, поняла, что это была настоящая акула. Вот только на обычную она совсем не была похожа. Пока женщина звала на помощь, прошло около двух часов. К тому же неизвестно, как давно акула там лежала. Спасти ее не удалось. Примечательно, что мелкозубые песчаные акулы ранее никогда не встречались в водах Великобритании. Они предпочитают более теплый и комфортный климат. Кроме редкости, эти акулы отличаются также своим неагрессивным поведением по отношению к людям. При этом выглядят они порой устрашающе. Эти животные способны вырасти почти до 4 метров в длину, а их вес может достигать около 300 килограмм. Европейский морской ангел Следующее существо, о котором пойдет речь, тоже находится на грани исчезновения. Популяция европейского морского ангела стремительно снижается последние 50 лет. Казалось бы, почему все именно так? Ангел ведь очень способный. Подобно скату, у этой акулы есть плавники, похожие на крылья, и плоское тело, которое она может погрузить в песок. Для чего ей это делать? Конечно же, чтобы оказаться в засаде. Как и другие акулы, европейский морской ангел обладает сильными челюстями, которые он быстро выдвигает наружу, захватывая ими ничего не понимающего соперника. Стиль охоты у этого подводного обитателя невероятно прост, но в то же время проверен временем и крайне эффективен. Акула прячется в песке, и как только рядом с ней проплывает потенциальная добыча, она хватает ее одним молниеносным рывком. Знаете, что-то много разного рода ангелочков развелось под водой в последнее время. Вот еще один пример, который был заснят российским биологом. Александр Семенов ученый, который специализируется на беспозвоночных. Он изучал просторы Белого моря и случайно заснял удивительного обитателя, известного как морской ангел. Эти хладнокровные моллюски являются одними из самых изученных существ в нейробиологии, однако об их жизненном цикле известно немного. Обычно несколько моллюсков внезапно появляются под слоем льда, покрывающим море, а через несколько недель их становится так много, что в одном кубометре встречается до 500 особей. Учитывая их размер в 3,5 сантиметров, это эффектное зрелище. На самом деле, ученому сильно повезло, что он их нашел, ведь обычно такие ангелочки плавают на глубине в 500 и более метров. На такой глубине они истребляют водоплавающих улиток. Кстати, знаете, как этот милый моллюск расправляется со своей добычей? Скажу сразу, лучше приготовьтесь. Развернув цель к себе, моллюск в стиле чужого выдвигает челюсть, утыканную жесткими хитиновыми щетинками. Этим аппаратом ангел выскребает улитку из раковины и перемалывает его теркой радулой. От жертвы остается лишь пустая раковина. Что удивительно, сам морской ангел довольно хорошо устроился. Других он может кошмарить вот таким вот методом, а его редко кто трогает, ведь он выделяет специальный фермент, делающий его далеко не самым вкусным, а для кого-то и вовсе несъедобным. Загадочная медуза. За свою жизнь я повидал много медуз. Были и классические мелкие, и какие-то редкие, и очень крупные, и яркие, и даже вообще прозрачные, о которых не заметить. Но эта медуза превзошла все мои ожидания. У берегов Новой Ирландии, возле Папуа, Новой Гвинеи, дайвер заснял необычное существо размером с футбольный мяч, чей колокол был покрыт рисунком из черных колец, пятен и линий. Зоологи со всего мира внимательно изучили этот материал, но никто так и не смог сказать наверняка, к какому виду это создание принадлежало. Вероятнее всего, наука с ним прежде не встречалась. Как рассказал дайвер, эта медуза стремительно куда-то плыла, а не дрейфовала по течению. Кто знает, может парню стоило проследить за ней дальше? Может там и была бы разгадка? Как думаете? Радужный осьминог Это еще одно чудо, созданное матерью природой. На сей раз наука знает, кто это такой. Перед вами редкий радужный парящий осьминог. Осьминоги одни из самых удивительных морских созданий и настоящие мастера маскировки. Наш герой получил прозвище парящий из-за своих удивительных плавательных способностей. Он рассекает водную гладь так же легко, как горячий нож входит в масло. Ученым известно четыре вида таких осьминогов, но самый основной имеет серебристо-фиолетовый окрас. У этого осьминога есть четыре больших щупальца на спине и тонкая мембрана, которая напоминает белый парящий халат. Центральные щупальца длиннее, чем боковые. Осьминог, которого вы видите в данный момент, отличается от собратьев радужным окрасом, но я бы не спешил ему завидовать. Особенно не стоит завидовать представителям мужского пола. Дело в том, что самца после спаривания долей вероятностей после этого процесса он погибнет или лишится одного из щупалец, которое останется у самки в ожидании лучшего периода. Самки могут хранить два или три таких артефакта, которые будут ждать благоприятного момента для осеменения. Но и в этом печальном моменте я предлагаю искать свои плюсы. После оплодотворения самка отложит около ста тысяч яиц, а значит популяции радужного осьминога ничто не будет угрожать. Самая глубинная рыба. Интересно, как будет выглядеть рыба, которую нашли на глубине в более чем восемь тысяч метров. Наверное, она будет вся темной и без глаз, потому что выдержать давление там очень трудно. Ну и я даже не знаю, будет какой-нибудь пассивной. А вот и нет. Группа ученых из Японии и Австралии побила предыдущий рекорд и сделала уникальные снимки рыбы из семейства морского слизня. Интересно, почему вообще рыбы так глубоко обитают? Неужели им по естественным причинам не хочется подняться немного выше? Хотя бы на пару тысяч метров? Вряд ли контингент созданий сильно изменится, а дышать и существовать в целом будет определенно легче. Как вы думаете, почему они этого не делают? Напишите в комментариях. Вечно недовольная рыба Следующая история произошла с дайвером на Карибах, который нырял с целью найти кого-то редкого и необычного. Как вы уже понимаете, мужчине улыбнулась удача, и кое-кого он все же смог там найти. Дайвер Микки обнаружил нетопыря Дарвина. В отличие от удильщиков, их ближайших родственников, вечно недовольная рыба обычно не заплывает глубже 120 метров. Из интересного, грудные и брюшные плавники нетопыря Дарвина преобразованы в подобие конечностей, на которых это создание и путешествует по морскому дну. Манера передвижения рыбы очень похожа на новый виток эволюции рыб, но назвали нетопыря в честь великого ученого не за это. Все дело в месте жительства. Обитает это существо близ Галапагосских островов, где Дарвин путешествовал и открывал новые виды. Кстати, со временем нетопырь изменит форму спинного плавника. Он станет единым, но на образе жизни это все равно никак не скажется. Плавать лучше вечно недовольный житель дна так и не научится. Необычная дружба Вы когда-нибудь слышали об овцеголовом губане? А вот японский дайвер из этой истории да. Более того, он уже 25 лет навещает эту рыбу как своего лучшего друга. Отношения этой пары стали настолько близкими, что губан позволяет японцу даже гладить и целовать себя. Дружба этих двух началась сразу, как только мужчина нашел рыбу у ворот подводного парка, в котором работает. По его словам, она была очень слабой и не могла сама добывать себе еду. Мужчина кормил ее крабами на протяжении 10 дней и животное восстановило свои силы. Подобная забота не могла пройти бесследно и человек невольно привязался к рыбке. Собственно, как и она к нему. Вообще, это существо не каждому даст так с собой обращаться. Как-никак, оно вырастает до полутора метров в длину и имеет хоть и кривые, но довольно длинные и сильные зубы. Мать-природа подумала, что таких отличительных черт для овцеголового губана будет мало и вдогонку одарила его возможностью менять пол. В течение всей своей долгой жизни губан может становиться самцом или самкой в зависимости от необходимости. Если в популяции не хватает самцов, то будет самцом, если самок, то будет самкой. Вот это я понимаю правильная адаптация. Это птица? Это самолет? Это летающая тарелка? Нет, это малоизвестная медуза. Уникальное подводное создание было не так давно поймано в объектив камеры группы морских биологов из США. Поначалу они думали это какой-то дрон или чья-то чужая техника, но подплыв к медузе немного ближе, они все тут же поняли. Оставалось держать камеру как можно ровнее и не оказаться загипнотизированным ее потрясающим танцем. У найденной особи два ряда щупалец, причем один из них смотрит вверх, а второй устремлен вниз. Никто точно не знает почему все так и для чего это нужно, ровно как и сколько особей этого вида плавает в водах мирового океана сегодня. А теперь я расскажу вам о не менее необычных змеях, внешний вид которых кажется инопланетным. Яванский ксенодерм В мире есть не так много ползучих, которые интересны и в то же время малоизучены. Одна из них Яванский ксенодерм. Даже несмотря на то, что эта необычная рептилия впервые была описана еще в 1846 году, ученым не удалось приоткрыть завесу тайн над ее образом жизни, манерой поведения и привычками. Слушайте, мне кажется, что я понял причину этого недоразумения. Люди должны разгадать эту натуру ровно так, как в фильме про Гарри Поттера юный волшебник отгадывал будущие испытания турнира трех волшебников. Там, кстати, первым испытанием были драконы. И лично мне этот ксенодерм одного из них очень сильно напомнил. Не просто так змее дали альтернативное название «маленький дракон». Ксенодерм может вырастать до 80-85 сантиметров в длину. Кожа у этой змеи покрыта крупными чешуйками, а на спине по всей длине расположен выступ в виде большого бугра. В пищу предпочтение отдают лягушкам и рыбе, а охоту ведет обычно в ночное время. Почему ученые до сих пор так о нем ничего и не узнали? Да потому что популяция этих созданий ничтожно мала. Они асоциальны, постоянно находятся одни. Из-за этого хищники легко могут поймать и съесть их. Речь идет, конечно, о диких птицах и крупных хищниках. А поскольку ксенодерм не может похвастаться ни ядом, ни большими габаритами, ни собратьями, находящимися рядом, то и популяция постоянно падает. Герпетологам пока неизвестно, сколько живут ксенодермы, но есть предположение, что не очень много. Вывести их в домашних условиях практически невозможно, так как они плохо приживаются к такой среде обитания. Гадюка носорог Кто бы мог подумать, что среди змей можно будет встретить одну, особо редкую ползучую с рогом на лбу? Лично я думал, что это невозможно, что это может быть лишь искусственно, путем выведения нового вида или мутации, но мать природа доказала обратное. Забавно, но ученые до сих пор не могут понять, зачем гадюки носорогу этот самый нарост. То ли он используется ими для устрашения врагов, то ли для привлечения самок, то ли просто для красоты и уверенности в себе. По крайней мере, результаты исследований этих гадюк показали, что практического применения у нароста нет, да и не рога это в прямом смысле этого слова, а лишь обычные чешуйки, которые торчат вертикально. К слову о чешуе, именно она представляет для ученых наибольший интерес, ведь она у этих змей не гладкая, а с шероховатостями и очень грубая, особенно на спине. А еще она острая, если змею погладить, то можно запросто пораниться. Это как в случае с теркой, только гораздо более острой и непредсказуемой, чем кухонный вариант. Другим отличием этих особей является крайне цепкий хвост, он у них выступает в роли правой руки. Еще один интересный момент, это окрас. Каких только цветов на ее теле не найти, тут и желтый, и голубой, и черный, зеленый, красный, в общем, на любой вкус. Удивительно, но несмотря на весь ее пестрый лук, обнаружить эту ползучую под ногами практически невозможно. Она будто растворяется среди лесной подстилки, сливается с бурой почвой и опавшими листьями в одно целое. К счастью, гадюки-носороги по своей природе не горят желанием ввязываться в конфликты с теми, кто не является их добычей. Радужный удав Скажу сразу, ползучая, которую вы сейчас увидите, мне понравилась больше всего. Настолько красивого, радужного и любопытного окраса я, если честно, раньше еще не встречал. Это чудесное исключение из правил в мире змей заставляет подойти к удаву, взять его на руки, сделать фото или вовсе забрать и жить к себе. Ладно, что-то я слишком сильно замечтался. Конечно, я бы не стал брать никакую змею жить к себе, какой бы красивой она ни была, да даже окажись она радужным удавом. Другое название этой змеи – Абома. Она относится к роду гладкогубых удавов и является ближайшим родственником анаконды. Это не ядовитая змея, которая обитает в тропических регионах Южной Америки. Ее можно встретить в бассейне реки Амазонки и Оренока, а также на ближайших к континенту островах. Во взрослом возрасте представители этого вида обычно достигают двух метров в длину, что совсем не дурно. Своё название удавы получили из-за окраса. Основной цвет кожи красновато-коричневый или бежевый, а на его фоне расположены окружности яркого желто-оранжевого цвета. Радужный удав – живородящая змея, то есть та, которая не откладывает яйца. Она превосходно плавает и активничает по большей части в тёмное время суток. А ещё эти ребята отличаются от многих других змей необычным строением тела. Это нельзя заметить невооружённым взглядом, однако рентген в любой момент расставит все точки над «и». У них сохранились рудименты таза и задних конечностей. А на этом всё. Напишите в комментариях, какая змея показалась вам самой необычной. А если вам было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр!